Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева. У нас сегодня очень интересный эфир. Я прямо чувствую себя героем. У нас сегодня в студии Галина Полищук. Здравствуйте. Здравствуйте. Режиссер, автор театра «Обсерватория» в Риге, недавний лауреат, я бы сказала, премьеры очень интересного спектакля, который вы поставили в Астрахани. С нами на связи через скайп театральный критик из Москвы Кристина Матвиенко. Кристина, ты нас слышишь? Доброе утро. Хорошо. Спасибо большое, что вышла с нами на связь. У нас есть повод. Но прежде чем я про него расскажу, я скажу сейчас два слова про то, что случится в Риге в эту субботу. Будет прямая трансляция спектакля Тимофея Кулябина в кинотеатре. Евгений Онегин. Это спектакль, который получил «Золотую маску» по специальному призу, насколько я помню, в 2014 году. Это один из тех спектаклей, который, в общем, привел Тимофея в такой, как бы, ну, как бы сказать, шорт-лист «Золотой маски» любимцев, критики, а теперь еще и любимцев европейского фестивального, ну, как бы сказать, движения. Потому что он постоянно ездит с своими спектаклями из Новосибирска. И вот этот спектакль из Новосибирска из театра «Красный факел» будет показан в субботу в кинотеатре Splendid Palace в центре Риги. И для тех, кто хочет выиграть два билета, которые нам предоставили организаторы, напишите нам, пожалуйста, ответ на вопрос на WhatsApp. Это номер WhatsApp 2-30-6191. Повторяю, номер WhatsApp или смс. 2-30-6191. Телефон в Латвии. Напишите, пожалуйста, ответ на вопрос, какая опера сделала Тимофея Кулябина знаменитым. До конца программы мы посмотрим, ну, потом, может быть, там на Facebook или WhatsApp ответим, кто выиграет эти два бесплатных билета на показ спектакля Евгения Онегина, режиссера Тимофея Кулябина в кинотеатре Splendid Palace в Риге в субботу 8-го числа. Очень интересный режиссер, мне кажется. Очень мне нравится. Я видела его три сестры в такой интересной постановке глухонематерной. В Москве когда была, да, смотрела? Да, да, ты, наверное, тоже видела, да? Очень-очень мне нравится спектакль. Но сегодня у нас повод поговорить втроем. Человек у нас в телевизоре. У нас, кстати, тут был спектакль премьера «Наставшего». Там один из героев точно так же, Кристина, как ты сейчас с нами. Я себя чувствую немножко в спектакле «Наставшего». Что он сделал? Он сделал пять песен по памяти. Я думаю, что скоро об этом многие узнают, потому что это очень интересный спектакль в Рижском русском театре. Итак, не просто так мы сегодня собрались в этой компании. На самом деле повод простой. Совсем недавно два театра в Москве отпраздновали очередные даты. Гогольцентр семь лет и электротеатр. Пятилетие электротеатров было в конце января в Москве. Кристина, это был праздник. О, да, вечеринка. Вечеринка была? Очень большая, да. А слышно хорошо? Мне вас очень хорошо слышно. Вот как ты так говоришь, нам тоже тебя очень хорошо слышно. Да? Да. Я хочу сказать, что Галина здесь тоже не просто так, потому что Галина ученица Бориса Юхананова, того самого человека, режиссера, идеолога, философа театрального, я даже не знаю кто, писатель, который пишет про театр много, учителя, который воспитал не одно поколение людей в театре, и актеров, и режиссеров. На телевидении. И на телевидении, да, не только в театре. И Галина, его ученица. А где, кстати, Галина у него училась? Мне всегда интересно было. Курс Гитиса был. Мастерской? Нет, 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 ну, Курс Гитиса был. А, я поняла. В каком году? В 2002, по-моему, мы закончили, насколько я помню, потому что там же еще год на диплом дается. А кто еще был на вашем курсе из действующих каких-то людей, ну, в театре? Влад Троицкий в Киеве, наверное, вот, у которого стоит театр. Да, это ваш курс. Гришковец вначале был, но потом как-то ушел, по-моему, со второго листа. Свободный полет. Потрясающе. Да. А так как-то, да, Петр, по-моему... Этих двух достаточно, Галя. Для компании с тобой. Кристина. В принципе, мне кажется, вот мы трое как бы так и оперились. Круто. Кристина. Ну, для режиссерского курса, мне кажется, это нормально. У нас было, наверное, человек 16 всего или 20. Вот. Очень-очень довольна. Скажи, пожалуйста, Кристина, какие люди пришли на пятилетие электротеатра, чтобы отметить эту дату? Потому что я сейчас немножко отмотаю назад, потому что все-таки к этому тоже я в какой-то степени причастна. В 2013 году Департамент культуры Москвы назначил Бориса Юрьевича Юхананова, режиссера и все, что я до этого перечислила, художественным руководителем в то время драматического театра имени Станиславского. Театр с очень хорошей историей, но к тому времени уже какое-то время пребывавшего в непонятном состоянии. И Борис Юрьевич пришел туда с конкурсной программы, и более того, Борис Юрьевич привел туда частные деньги. То есть это была идея, поддержанная частным бизнесом, о том, что этот театр будет теперь выглядеть и существовать по-другому. Что изменил Борис Юрьевич в драматическом театре имени Станиславского, который переименовал в электротеатр, поставил лампочку на входе и много что сделал? Скажи, пожалуйста, Кристина, что принципиально? Ну, ты помнишь, что ты же читала эту программу, и конкурс придумали вы тогда с Капковым, и это было время, когда в Москве многое поменялось. И мы думали, что дальше будет меняться, но это были разовые, очень эффектные акции Департамента культуры, прямо скажем. И я эту программу читала, мне ее писала ты. Я попросила для журналистского материала, и ты прислала все заявки, там же был конкурс. Там было много заявок на этот театр. Да, там реально были заявки разных людей, которые тоже хотели что-то делать. И были неплохие заявки тоже. И плохие тоже были. И плохие были. Ну, как без этого? Ну, это было, конечно, очень хорошее, что говорить. Была заявка мечты. В ней было сказано, что будет театр нового типа, в котором будут ставить зарубежные режиссеры, в котором будет поддерживаться современное искусство театра, и в котором в центре будет находиться режиссура. Ну, и будет образовательная программа. Вот я так примерно очень грубо ее пересказываю, эту заявку. И, собственно, Борис Юхананов все это сделал, как обещал, во-первых. А во-вторых, очень сильно сместил фокус театра в сторону современной оперы. Музыка. Это редкий случай, наверное, единственный театр в России, который занимается современной оперой. А будучи драматическим, то есть вот в этом зале, ну, не приспособленном и изначально построенном как кинотеатр, без чего там, оркестровая яма в опере бывает. Ну, да. Ну, вот. И в этом пространстве, и привлекая людей со стороны, я имею в виду композиторов, и тех, кто поет, вокалистов, и хор, хотя у нас есть собственный хор, он сделал театр, в котором, я не знаю, половина или нет, но, в общем, очень много делается оперы, они очень резонансные всегда. Начиная с той оперы, извини, Кристина, начиная с той оперы, которую он делал еще со своими студентами, и потом ее, как бы, перенес уже на эту площадку, да? Сверлийцы. Сверлийцы. Сверлийцы, да, которая была на арт-плее, да, когда-то? Да, да, когда-то он делал же с студентами своей студии «Мир» ее, а потом он ее принес уже вместе со студентами, привел ее тогда в электротеатр, и играл, и вот эти вот, сколько там, 12 вечеров или сколько, 6 вечеров по 2 оперы в каждом вечере. Да, 16. Да, огромная, огромная. Я все время мечтаю об этом издании, ну, не DVD, а как CD музыкально. Да, очень красиво, тебе нужно, да? Да, очень хочу, потому что там прекрасные композиторы современные, русские, которых, в общем, так особо нигде и не услышишь. Кроме каких-то отдельных концертов и возможностей. А здесь Борис Юрьевич, я так понимаю, вместе с Митей Курлянским собрали вокруг электротеатра огромное количество вот резидентов, музыкантов, композиторов, которые занимаются современной академической музыкой. А поскольку они очень все продвинутые, умные и развитые, в отличие от драматических, то они просто другой вектор дают театру. Это очень важно. Можно я сейчас Гале вопрос задам? А мы ее послушаем. Галя, а когда вы учились у Бориса Юрьевича, что было с музыкой тогда? Да, кстати. Какая была часть его? Потому что я помню тогда его Вишневый сад с этими надувными историями. Мы были после Вишневого сада с надувными историями. Мы были после, да. Мы тогда работали над стойким принцем Бориса Юрьевича. Ну, вообще, курс был, конечно, тоже, мне кажется, как говорят про сам курс, на котором учился сам Юхананов, там Василий Фефрес, да. Тут тоже было очень интересное собрание педагогов. Это был Клим, Игорь Лысов и Юхананов. Девочки, Галя, вы у нас удивительные события, нам звонят в эфир. Обычно нас только слушают. Давайте послушаем, кто нам звонит, извините. Алло. Алло, вы в эфире? Испугались Бориса Юрьевича, видимо. Продолжим. Итак, у вас был курс. Извините, мне было просто ужасно интересно, что нам скажут. Ну, да, шла работа над, такая основная работа шла над проектом «Стойкий принц». Тоже уже по такому процессуальному, наверное, виду театра, которым занимается Борис Юрьевич. И потом в итоге, ну, я уже уехала в Ригу, как раз у Херманица я выпускала дипломный спектакль по пьесе «Клима», потому что как-то Клим, каждый выбирал себе педагогов, и Клим как-то сразу забрал меня, и мы с ним работали. Я работала как актриса у него. У Бориса Юрьевича я делала какие-то режиссерские работы. Вот. И, я не знаю, помнит Кристина или не помнит, повесть о прям настоящем человеке. Это, наверное, было... Вот я забыла, вот эти ребята все, которые играли там, и Лиза Стишова, которая стала кинорежиссером, довольно известным кинорежиссером. Вот это тоже наш курс, я сейчас так вспоминаю. Уже столько лет прошло, господи ты, боже мой. Ну, не так много нас. А «Стойкий принц» у нас в театре идет, ты знаешь, да, Галь? В электротеатре тебе идет. В театре идет «Стойкий принц» с Игорем Яцко в роли, да-да-да, и в сценографии Харикова. С Харикова я тоже работала. Девушки называют имена очень известного артиста, ученика Васильева, Игорь Яцко, и режиссера, который работает в театре на зрительнике, да, и художника Юрия Харикова, который долгие годы работал и делает до сих пор с Борисом Юрьевичем Ханановым. Я спросила про музыку, Галя. – А, про музыку… – Я верну к вопросу. – Что-то там делали, ну, помните, у нас как бы вот каждый работал где хотел, я была занята в «Стойком принципе», по-моему, был какой-то балет Петя и Волк, что-то пытались ребята делать, я не помню, куда это вышло, но попытки такие были, да. – Но такой связи с современной музыкой тогда еще не было, да, такой плотной работы? – Нет, нет, нет. – Потому что сейчас, конечно, в электротеатре это большая часть. Кристина, я тебя вот о чем спрошу, но Борис Юрьевич делает не очень простые спектакли. Это всегда очень сильно связано, да, Галина? Это всегда очень сильно связано с исследованием человеческого, как бы сказать, организма. И недаром он выпустил тогда, пригласил «Костылучий» как нечеловеческое использование человеческих существ, да, Кристина? Такой был спектакли? – Да, да, один из первых. – Один из первых, да. – Единственная, да, специальная постановка для России. – Ну, я, может быть, расскажу, как его ученица, наверное, что, ну, когда попадаешь на курс к Борису Юрьевичу, я очень благодарна за эту встречу, потому что она действительно меняет всю судьбу твою. То есть, если ты раньше жил по одним каким-то определенным канонам, ты начинаешь жить по-другим, то есть ты сразу выходишь из зоны комфорта, вот. И, естественно, он работает в основном, ну, как я и считаю, что режиссер – это, научиться режиссоре невозможно, это все-таки личность, это характер, и, наверное, вот с этим… – Образ жизни в некоторой степени. – Да, с этим и работает Борис Юрьевич, и мне очень нравится, что вот ты потом можешь жить какие-то просто пять лет очень легко, после того, как ты встретилась с Борисом Юрьевичем, дальше жить уже вообще несложно, потому что он убивает, мне очень нравится, я могу так вот выразиться, он убивает и выжимает из тебя раба. И ту свободу, которую он дает, творческую, это очень-очень многое важно. – Он тебе открывает тебя, да? Ту, которую, может быть, ты где-то очень глубоко знаешь, а он тебе его находит и говорит, смотри, Галя, ты такая, ты вот это можешь. – Ну, это очень легко, ну, так сказано, но, в принципе, он отделяет человека в тебе, да, от художника, и дальше уже живет и действует художник. Почему я говорю, это же очень легко. И вот ту свободу в искусстве, того, что театр никому ничего не должен, театр не для всех, это я сейчас очень упрощаю все его мышления, наверное, да. – К вопросу о сложности, да? – Что, что? – Это к вопросу о сложности. – Да, я веду, я веду все это, Кристина, к той должности, которую ты занимаешь в театре. – Да. – Ты возглавляешь целое направление электротеатра, которое занимается воспитанием нового зрителя, правильно? – Да. – Потому что, когда мы говорим о том, что театр растет, меняется, включает в сферу своих интересов современную академическую музыку, новую драматургию, иногда не всегда понятную зрителю, да, если мы говорим о том, что используются какие-то философские тексты, какие-то очень старые, не знаю, тоже исторические литературные тексты, которые написаны языком, которые нынче очень сложно понять. Но для того, чтобы люди понимали, на что они приходят и что они видят, вы работаете со зрителем. Вы придумываете для него большую программу лекций, мастер-классов, каких-то, я так понимаю, видеопоказов, каких-то встреч, что у вас происходит? У вас же открытый театр, к вам можно зайти в любое время, вот в это фойе с буфетом, на первом этаже, в самом центре Москвы, на Тверской улице, Тверская 29? 23? Не, не помню, какая Тверская? 23, Жень, приезжай в Москву. Правильно я сказала. Тверская 23. Можно просто, идя по улице, зайти, выпить чашку кофе, съесть какой-то небольшой бутерброд. У вас всегда какое-то выставочное пространство работает, да? Да. Магазин книг работает, и периодически бывают и дневные, и вечерние какие-то мероприятия для зрителей не на сцене. Можно я немножко встряну? Ну, я когда приезжаю в Москву, мы встречаемся с Борисом Юрьевичем, там как-то мне это очень помогает в жизни, когда я не могу найти какие-то ответы на вопросы, он очень четко может все сформулировать, сказать, может быть, иногда жестко. И тут я не была какое-то время в Москве, приезжаю и захожу действительно, думаю, боже, неужели, неужели в Москве появилось что-то такое, что-то подобное, которое ты видела раньше только в Германии. То есть я зашла, начиная от этих уличных спектаклей, уличных опер, от этого кафе, от этой свободы. Я так устала от этого служебного входа в обычные театры, в этой затклости, запертости, этих ковровых дорожек. Я вижу совершенно нормальное современное пространство, нормальных людей. Я так рада, ну не зря это место назвали Меккой, и я так рада, что и в Москве появилось что-то такое, боже. Ну Гогольцентр тоже примерно так существует, просто он не в центре. Не знаю, мне почему, но я понимаю, почему мне нравится, наверное, электротеатр больше. Потому что это Юхананов. Потому что это Юхананов, потому что это все-таки такое, на мой взгляд, очень интеллектуальное, не столько, может быть, гражданское, как вот все-таки интеллектуальное место, и, ну да, там и там есть свобода, там и там есть выбранная имя, одна похожая форма. Но мне нравится еще и то, что там есть эти лекции, которые всегда можно посетить. О том, что там, не знаю, на мой взгляд, все равно вот электротеатр, он больше похож на те театры, которые я видела в Германии. Не знаю, может быть, вы не согласитесь со мной, ну, вот ездя на фигуру... Что? Нет, соглашусь, наверное, но вопрос же не в чем, как бы, в том, что... Вопрос в том, что вы работаете с публикой... Да, вы работаете с публикой, которая, приходя уже в театр, проходя ваши предварительные лекции, встречи, общаясь друг с другом, общаясь с создателями того продукта, который они потом видят на сцене, они не получают такой шок, может быть, который они могли бы получить, при этом они подготовлены. Для чего вот это? Потому что в Гогольцентре же тоже есть эти лекции, которые сейчас там ведет. Чейкин, да, до этого был Казачков, там постоянно там и Кирилл в свое время читал эти лекции, и Марина Давыдова читала, они тоже воспитывают аудиторию несколько, может быть, иным способом, чем вы. Вы уходите... Ну вот мне просто интересно, вы в чем? Вы же не сосредотачиваетесь только на театре? Нет. Более того, в той программе, которую ты видела, работая в департаменте, и в том, что потом сделано в этом фойе, нет идеи, как бы сказать, захватить зрителя и притащить его на наш спектакль. Вот мне кажется, это очень важный момент, что здесь очень много свободы, о которой Галя сейчас говорит, и это позволяет делать вещи, не связанные впрямую с репертуаром. Ведь вот эта вся образовательная штука, которой увлеклись все московские и российские театры, и после немцев, конечно же, в частности. И после англичан. Почему англичане? И после англичан. Вот. И в этом многие разочаровались. И, например, Энтер Кольда и Елена Ковальская считают, что это пустая трата времени отапливания космоса, потому что эти люди, которые приходят на лекцию, не конвертируются в зрителей, покупают билеты на спектакль. Есть такая тема. И прелесть нашей работы заключается в том, что Борис Лихананов разрешает делать бесполезные, казалось бы, вещи, потому что ты никогда не знаешь, на что придет человек. Может быть, он любит эту редкую книгу. Может быть, он хочет этот фильм. Может быть, ему интересно про театр древности или театр странных андеграундных форм российских, забытых уже. И тут вопрос того, для чего конкретно каждая вещь делается. Если тебе интересно говорить сегодня, не знаю, вот сегодня будут такие прекрасные молодые ученые Валерий Золотухин и Юлия Ликерман. У них есть своя лаборатория. Они говорят про свой физический предмет, он им интересен. Очень узкий, да, я так понимаю? Очень узкий, очень такой… Лаборатория. Вот тебе интересна лаборатория? Ну, Галя, наверное, да, потому что она училась в этом. Мне и лаборатория интересна, и мне еще интересны тоже вот последний спектакль, который я видела, который меня очень-очень потряс, это «Золотой осел». Мне нравится открытое пространство, мне нравится присутствие Бориса в спектакле, мне нравятся его комментарии. То есть у Бориса я видела первый раз такую форму в этот раз. Оставьте хвостик прекрасен. Открытое пространство. Я хочу пояснить просто, потому что мы говорим о том, что мы знаем и видели, а для зрителей неизвестно, что такое «Золотой осел» – это большое исследовательское театральное действие, в котором режиссер Борис Юхананов принимает некоторым образом участие. Кристина. Он комментирует каждую часть, да, созданную? Комментирует. Является действующим лицом фрагментов спектакля. То есть он может в любой момент вступить, в любой момент высказаться. Он такой модератор спектакля? Да, мне кажется, это настолько действительно для тех, кто хочет быть в театре и внутри театра, и не существовать в таком, как я уже сказала про все эти колонны и ковры, личное отступление. Ну, наверное, знаете, есть такой, господи, Лемон, Ганс фрагментический театр. Я когда-то поставила, наверное, Кристина тоже видела спектакль Бостровского «Гроза Месс», да, и вот он шел и говорит… Да, до моды Кабановой, да, и он говорит, я когда иду и вижу театр с колоннами, с коврами, мне плохо, я уже не могу себя, ну, туда… ну, вы понимаете об этом, в принципе, репертуарного театра. Вот здесь, конечно, это что-то совсем другое, то есть если ты хочешь быть действительно внутри театра, если ты хочешь быть с актерами, если ты хочешь понимать, если ты не хочешь смотреть на каких-то людей, которые на Катурнах, с четвертой стеной тебе что-то вещают, мне очень нравится, что вот Юхананов как раз-таки вот в эту свою процессуальность, постдраматический театр, он втягивает современных людей такую, мне кажется, это сегодняшняя золотая молодежь, ну, в интеллектуальном плане, основные зрители электротеатра. Ну да, открытый диалог. Надо понимать, что это исключение из правил, у нас же тоже идут репертуарные спектакли, они не предполагают разлома этой четвертой стены, ну, то есть они в этом смысле традиционные. Но мне кажется, важно очень, что есть этот проект, где режиссеры, худрук театра, открыто с людьми, а может не с людьми, с актерами, но в присутствии людей разговаривают и делают это очень классным образом. Очень. Ну, я так понимаю, что многие зрители ходят на «Золотое село» именно для того, чтобы увидеть Бориса Юрьевича вот в этом вот действии, да, вот в его монологах, причем это же постоянная импровизация, это же никогда не заоченный текст, это же реакция на показ спектакля здесь, сейчас, в настоящий момент времени, именно в этом зале с этими людьми, правильно? Совершенно верно, да. Ну, короче, возвращаясь к твоему вопросу, Женя, мне кажется, что вот этот принцип делать что-то ради своего персонального интереса к теме и ради того, чтобы самому что-то узнать, потому что здесь нет позиции сверху вообще, и это абсолютно честно, потому что, ну, я точно так же слушаю и учусь на этих лекциях, как и все остальные, у меня есть театровическое образование, у кого-то нет, сегодня это не играет уже никакого значения, по честному счету. Люди стали очень умные, читают книжки, Лемона и всех остальных. И приходят подкованные и прекрасные. Да, да. Вчера, вчера, после спектакля «Белый вертолет» актриса Гуназарина сказала, что у них была стоп-встреча со зрителями, ну, особенными, не случайными, и эти зрители рассказали им вообще про изменения в церкви, в Ватикане в середине 20-го века, то есть они знали больше, чем актеры, которые играли в спектакль. Вот, то есть зрители иногда нас поражают. Слушайте, опять звонят. Давайте попробуем еще разочек, ладно? Да, вы в эфире, здравствуйте. Я вот слушаю вас, вы знаете, когда вы говорите, что идете мимо театра и вас, вам становится дурно от того, что в театре колонны стоят. И я думаю, до чего же упала наша культура, и куда же мы придем, вы обратно вернемся в лес, в дикий лес, залезем на дерево и будем опять становиться идиотами. Вы понимаете, куда вы ведете и что вы пропагандируете по району? А вам колонны нужно только пропагандировать? А, ну все, человек высказался и повесил трубку, ответ ему неинтересен. Ну, кстати, сейчас можно ему ответить, что все в порядке с колоннами, я без иронии говорю. Я тоже считаю, что все в порядке с колоннами. И драматический театр многих молодых режиссеров снова стал интересовать после того, как, ну, я очень огрубляю, после того, как они все разрушили и попробовали все максимально иммерсивное, что можно было попробовать, а многих настоящих режиссеров В лесах, кстати, тоже. В лесах тоже. Но мне кажется, что одно, мы как раз говорим все время о том, что одно абсолютно не отменяет другое. Ну, вот Галина высказалась просто о своем ощущении. Это ее личное ощущение от театра, которое... Нет, я же не имела в виду, что нужно, как бы, я не знаю, почему человек так это понял. Ты вообще процитировала кого-то, насколько я помню. Да, я процитировала просто цитаты Лемона, который пришел на мой спектакль, в национальный театр, театр с колоннами и с коврами. Ну, на мой взгляд, это прекрасный сегодня театр, он прекрасно работает и очень интересные спектакли делает. Главное ведь то, что внутри находится. Да, я просто процесировала его ощущение, почему он боится идти в эти театры. Ну, как бы, именно исходя из того, что он уже знает, что он может там увидеть. Ну, мне кажется... Ну, в общем, в лесах тоже происходит много интересного на самом деле. И с театральной точки зрения тоже. Да, Кристина, мы вернемся к тебе. Да, да нет, я просто... Мне кажется, что это уже не проблема. Все в порядке же с драматическим театром будет, если в него снова придут молодые люди, которые сходили в парки, на заброшенные хлебозаводы, автостанции и так далее. Просто какой-то сектор молодых людей, не считая театр релевантным времени, ходят на хлебозаводы и заброшенные автостанции, а не в зал с колоннами. А мы эту аудиторию все-таки... Ну, я считаю, мы за нее должны побороться каким-то образом. Я тоже считаю, что нам нужно бороться за любую аудиторию, потому что, в общем, и театр должен быть разный. И я могу сказать, что второй человек, который для меня тоже очень важен, Клим, которого мы сегодня тоже упоминали, на одном из фестивалей территории, я помню, он читал мастер-класс, и он говорил о том, что... Или мы когда говорили в ходе дискуссий в Департаменте культуры, куда он тоже приходил на эти открытые лекции тогда еще на платформе, которую мы делали, помнишь, тогда большие, он пришел и сказал, что люди, люди, послушайте себя, человек, когда идет в театр, он все равно хочет гардероб, мраморную лестницу и хрустальную люстру. Он говорит, это все равно человеку при слове театр возникает, ну, это такой имидж, который возникает у человека в голове. Только тот человек, который уже знает, что за этим существует что-то еще, может пойти на хлебозавод или сесть в машину и поехать в лес, смотреть спектакль в лесу. Нет, ну, то же самое, о чем говорит тот же Климан, говорит, что все равно человек захочет смотреть на себя самого, поэтому, когда, наверное, Лемон имел в виду вот этот театр, что из театра убирают человека сегодняшнего, современного, и заменяют его как эрзацам. Да, да, вот об этом шла речь, я так понимаю. Ну, а эрзац мы очень много имеем, и чего уж тут, тут уже можно по всем колоннам пройтись, по палмам просто, и мне их вообще не жалко ни разу за тот трэш, который они показывают. Да, да, у меня тут недавно возникла такая интересная мысль, и я очень хотела бы тоже ее как-нибудь обсудить, почему государственные театры, получающие постоянные дотации, очень часто ставят абсолютно коммерческие, деградирующие аудиторию пьесы, а театры, у которых нет денег, которые работают в подвалах, которые делают, они делают искусство и делают такие открытия, в которых просто, да, захватывает дух, очень часто. Ведь Борис Юрьевич тоже начинал в подвалах, в мастерской, и долгие годы работал без площадки, не работал в государственных театрах, и это, наверное, первый опыт, где он осел, и вот пять лет существует в своем театре, в своих стенах, в своих стенах и со своей аудиторией. И для меня, конечно, за эти пять лет самый главный итог, что в этом театре полные залы. Я очень хочу, чтобы ты передала, пожалуйста, моё такое восхищение именно этим, потому что экспериментировать можно, но самое главное, чтобы это было интересно другим людям, кроме тебя. У нас небольшой зал, в районе двухсот мест, но действительно, если мы говорим, например, про современную оперу, у неё довольно небольшой сегмент аудитории, понятное дело. И мне кажется, что в этом смысле театр в самом центре Москвы, ну просто в самом центре. И если он показывает такие спектакли, он приучает аудиторию к тому, что это возможно. И вместо всего старого репертуара, который там был, его же больше не существует. Я знаю, что некоторые спектакли играются на других площадках. Там был у нас хит такой, на Белорусском дисплее. Коммерческий спектакль, кстати, вот то, о чем ты говоришь. Нет, театр имеет право, и театр должен работать с разной аудиторией. Должен, он обязан работать с разной аудиторией. И думать о том, что людям тоже нужно разное. Сохраняя свою индивидуальность, всё равно отвечать разным запросам, мне кажется, это нужно. Нельзя очень сильно уходить в какое-то закрытое пространство, потому что это потом само себя съедает, в конце концов. Не знаю. Ну можно же пойти в соседний театр, и там найдёшь своему сердцу отраду. Ну, для развития собственного. Мне кажется, что, если говорить об электротеатре, то нужно ещё сказать, что театр, в общем-то, долгие годы был очень проблемным театром. И там известны же такие страшные случаи. Снимали одного худрука за другим худруком. Мы имеем в виду всё-таки драматический театр имени Станиславского. Да, да, да. Электротеатр всего 5 лет. До этих 5 лет это была ситуация сложная. И он как раз-таки был известен всеми своими скандалами, там, выкалыванием глаз на фотографиях режиссёров, что там только не делала трупа. И, конечно, Борис Юрьевич, который умеет людям открыть другое миропонимание, другие цели жизни, мне кажется, об этом тоже стоит сказать, что это его очень большая заслуга. Победа, реальная. Победа, реальная победа. Я видела этих людей, видела, как они изменились, как, убив себе раба, они вознеслись и стали действительно настоящими художниками. Какие они красивые, как приятно на них смотреть, как они мыслят. Я очень довольна за эту труппу. Я вот считаю, что Галя вообще в точку, потому что это действительно же сложно, когда человек совсем из другого мира приходит в драматический театр. Но я не знаю, как департамент в то время, на что он ориентировался, когда делал такие предложения режиссёрам, но это же риск огромный, и мы знаем скандалы в Гоголь-центре, в театре, не Гоголя, точнее, да, и так далее. А в данном случае все скандалы, просто их не было. Всё. Это какое-то великое чудо. Людям дали работу. Да, великое чудо. Людям дали работу, людям дали... Ну вот я говорю ещё раз, что мне дал этот курс, то есть как бы у меня пропали все страхи, у меня пропало... То есть как-то начинаешь жить в другой реальности. И мне кажется, если это произошло с этими людьми, действительно, это делает их счастливыми. Потом, вот, конечно, я не знаю даже, в чём тут... То есть могу догадываться только, в чём тут секрет, но это же вопрос очень грамотного и точного разговора с этими людьми, который он провёл просто. И они же не были его учениками, как ты. Это другое, ну, как бы... Люди сформировались в другом времени, в другой реальности, в других обстоятельствах. Вот они попали в ситуацию нового худрука. И он смог с ними так поговорить, и смог их вовлечь в такую странную, причудливую, сложную работу, что всё рассосалось, просто рассеялось, как дым. Ну, мне так кажется. Я же работала в том театре, между прочим. А, да? И с того времени, да, Галя? А, я не знаю. И про выковаты на фотографии глаза, помню, и всякое такое. Я не знала. Ну, я тоже работала в том театре. Но я работала, когда была художественным руководителем Ланской, и были спектакли Володи Мирзоева, да, тогда. Первый его спектакль после возвращения из Канады. Дорогие, Кристина, Галя. Да. Передаю им привет Борису Юрьевичу. Большой. Радуемся за его жизнь, работу, за музыку, которая нашлась в Москве, где можно её слушать. И ты знаешь, что можешь прийти и послушать современную оперу. Я это очень люблю. Я вам ужасно завидую, что у вас это есть рядом. Скучаю очень. И надеюсь, что всё-таки эти практики, которые Борис Юрьевич делает сейчас, ну, пробует в электротеатре, я не имею в виду только спектакли его как режиссура, но и именно создание нового пространства театрального разговора с людьми и всё остальное, это всё-таки то, что пригодится потом не только электротеатру, а ещё многим другим людям. Женя, как жалко, что ты не в департаменте. Такое говоришь. Всё, спасибо большое. Дорогие слушатели, напоминаю, что мы разговаривали про Московский электротеатр, который в конце января отметил своё пятилетие. У нас на связи была Кристина Матвиенко, театровед, критик, эксперт и вот сейчас специалист по вот этому образовательному большому проекту электротеатра. И Галина Плещук, ученица Бориса Юхананова, и режиссёр, жительница Рики. Жительница Рики, да. Творческая личность рижская. Хорошо, спасибо большое. Не забывайте, что у нас на следующей неделе тоже эфир. В четверг будет очень интересный гость. Анонсируем. Следите за программой и группой «Без антрактов» в Фейсбуке. Всего доброго. Всего доброго.